Приветствую всех, друзья! Сегодня я бы хотел поговорить о знаменитом французском художнике и изобретателе Жак Девакансон, который, к слову сказать, является прародителем идеи создания каретки и резцедержателя токарного станка в том виде, в котором мы используем до сих пор. Девакансон родился в Гренобле, Франция, в 1709 году и по долгу своей жизни стал новатором в изобретении как реалистичных автоматов, так и промышленных станков. Например, фигура пастуха-флеетиста в натуральную величину. Автомат мог исполнить 12 различных мелодий. Он выпускал воздух изо рта и двигал пальцами. По словам современников, некоторые из зрителей отказывались верить, что статуя правда играла на инструменте. Они считали, что внутри находятся скрытые музыкальные устройства, но даже самые недоверчивые постепенно убеждались в возможностях механизма, так как машина была подвергнута самому тщательному и внимательному осмотру. Зрителям было позволено видеть внутренности автомата и следить за их движением. Флейтис настолько впечатлил публику, что молва о нем разнеслась по всей столице. И даже несмотря на значительную цену приставления, которое равнялось 3 ливрам, что составляло примерно недельную зарплату среднестатистического парижского рабочего, тысячи людей стекались, чтобы полюбоваться этим чудом. Шоу имело огромный успех. Флеетист был сделан из дерева и выкрашен в белый цвет, чтобы напоминать античные мраморные статуи. Примерно такого же размера Вакансон создал и автомат, играющий на тамбурине. Однако самым удивительным и знаменитым автоматом того времени стала механическая утка из позолоченной меди, которая могла махать крыльями, пить воду, глотать зерно и даже испражняться. Живая утка стала самым известным творением Вакансона, писав имя мастера в аналы истории. Вакансон Кроме того, Вакансон продвигал также широкомасштабные изменения для автоматизации процесса ткачества. В 1745 году он создал первый в мире полностью автоматизированный ткацкий станок. Вакансон пытался автоматизировать французскую текстильную промышленность с помощью перфокарт, технологий, которая более полувека спустя произвела революцию в ткацком производстве. А в 20 веке использовалось для ввода данных в компьютеры и хранения информации в двоичной форме. Однако его предложения не были хорошо восприняты ткачами, которые забросали его камнями на улицы, и многие из его революционных идей были в значительной степени проигнорированы. Все это невероятно и удивительно, однако нас все же больше интересует его новшество в станкостроении, а именно его знаменитый токарный станок, построенный в 1751 году. В созданном им станке мы впервые можем заметить двухкоординатный суппорт и каретку, конструкция которой с небольшими временными доработками используется до сих пор. Латунная каретка с инструментом перемещалась с помощью винта, направляемого и поддерживаемого двумя полированными кованными прутками квадратного сечения. Они установлены под углом 45 градусов к горизонтали, как V-образные. Эти бруски, в свою очередь, опираются на два квадратных полированных бруска из кованого железа. Причем все четыре бруска соединяются на концах и в нескольких местах по длине, что заметно увеличивает жесткость направляющих брусков. Эти четыре полированных бруса, в свою очередь, крепятся к пространственной раме из кованого железа. К каждому концу этой рамы болтами прикреплен кронштейн с мертвой точкой, между которыми поддерживалась заготовка. Приводного механизма не видно, поэтому, предположительно, вокруг заготовки наматывался шнур или ремень, либо заготовка могла быть закреплена на оправке вместе со шкивом. Винт с мелким шагом, проходящий через каретку, вращался вручную с помощью съемного кривошипа. Это очень ранний пример токарно-фрезерного станка, в котором режущий инструмент, ограниченный направляющими, перемещался в плоскостях X и Y и мог перемещаться по всей длине заготовки. Кроме того, это был ранний пример прецизионного цельнометаллического станка, созданного исключительно для коммерческого использования в тяжелых условиях, в отличие от прецизионных станков, созданных для развлечения богатых владельцев. Это отличие подчеркивается рациональным подходом к отделке деталей. Высокий стандарт отделки применялся там, где это было необходимо, но при этом не тратились лишние усилия на те части станины, которые не использовались для размещения. Их оставляли как кованые. Однако, этот станок отнюдь не был универсальным. Он предназначался исключительно для вращения каленных рулонов диаметром около 30 сантиметров и длиной около 1 метра. Он хорошо подходил для обработки заготовок стандартной длины. Регулируемый центр частично откручивался для установки заготовки, а затем закручивался для ее поддержки с необходимой степенью контактного давления. Такой вариант не идеален, поскольку требует очень высокого уровня концентричности между конусом и резьбовой частью регулируемого центра, чего на практике добиться далеко не просто. Если необходимо разместить более короткую заготовку, то кронштейн для фиксированного центра можно переместить на плавающий кронштейн. Однако, это не следует делать легкомысленно, так как придется выполнять работу по изменению положения регулируемого центра. Кроме того, кованая рама, в которой крепится плавающий кронштейн, не имеет подготовленных поверхностей для установки кронштейна. Если необходимо обработать заготовку меньшего диаметра, то инструмент на поперечной направляющей можно выдвинуть, но с ощутимой потерей жесткости из-за увеличения свеса. В качестве альтернативы можно переставить пару центров ближе к направляющим. Неудобная схема. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...